Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Грань между умным и глупым человеком не всегда заметна, поэтому сложно однозначно делить людей на интеллектуальных и недалеких. Однако некоторые привычки и особенности поведения действительно характерны только для не самых умных людей. С пятью наиболее показательными из них мы сейчас познакомимся. Глупые люди винят других в своих ошибках. Очень заметной глупой и непрофессиональной ошибкой является та, которую никогда не делают люди по-настоящему умные. Возлагать вину за свои неудачи и просчеты на других. Таким поведением человек сразу выдает свой недалекий интеллект. Не слишком интеллигентные люди не желают винить себя в своих недостатках и вместо этого предпочитают жалеть себя или обвинять во всем других. Умные люди понимают, что ошибки – это возможность учиться и совершенствоваться, чтобы в следующий раз получилось лучше. Глупые люди постоянно считают себя правыми во всем. В спорных ситуациях глупым личностям трудно понимать других и принимать их аргументы. Более того, им не удается самим использовать аргументацию в своих дискуссиях и, возможно, пересматривать свою точку зрения. Явным критерием ума является умение смотреть на вещи под разными углами. Кроме того, умные люди всегда открыты для новых знаний. Глупые люди продолжают бесконечно долго спорить, настаивая на своей точке зрения, совершенно не обращая внимания на веские аргументы противника. Это, само собой, не означает, что умные люди всегда автоматически готовы признать правоту других, но они внимательно прислушиваются и взвешивают все доводы на пути к принятию решения. Глупые люди злятся и проявляют агрессию в конфликтных ситуациях. Конечно, каждый из нас иногда действительно злится, даже самые умные люди. Умный человек не будет выходить из себя даже во время ожесточенного спора. Но для менее интеллигентных людей злиться и раздражаться – это наиболее стандартная реакция, когда дела идут не так, как хотелось бы. Когда они чувствуют, что больше не могут контролировать ситуацию так, как им нравится. Глупцы склонны прибегать к гневу и агрессивному поведению, чтобы доказать свою правоту. Глупые люди не обращают внимания на нужды и чувства других людей. Умные люди обычно способны поставить себя на место других людей. Таким образом, им не особенно трудно понять точку зрения своего собеседника. Однако менее разумные личности с трудом могут представить, что есть люди, имеющие иное восприятие вещей и событий, и поэтому не могут с ними согласиться. Каждый из нас время от времени бывает эгоистичен. Это нормально и свойственно человеку. Важнее соблюдать баланс между стремлением к достижению наших собственных целей и желаний и необходимостью уважать чувства наших собратьев. Глупые люди считают, что они лучше всех. Умные люди стараются мотивировать других и помогать им. Они делают это, потому что не боятся, что кто-то может их затмить собой. Такие люди обладают здравой уверенностью в себе и достаточно умны, чтобы оценить свои способности. Глупые люди, как правило, не склонны никому помогать. Они считают себя лучше и не терпят конкуренции. Они верят, что стоят выше всех остальных и быстро справляются с предрассудками. Это не признак интеллекта. Многие биологи считают, что способность людей к коллективной деятельности и сотрудничеству внесла существенный вклад в нашу эволюцию. Возможно, самым большим признаком интеллекта является умение грамотно общаться и сотрудничать с другими людьми. Эти пять признаков отличают глупого человека от умного. Если вы узнали в них себя, то это повод задуматься, все ли вы делаете правильно. Помните, никогда не поздно начать работать над собой, меняясь в лучшую сторону. А нашел ли ты себя в этих пяти признаках? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru